Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Николай Белошицкий, директор компании «Пластика». Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Ну, я так понимаю, речь пойдёт об окнах, да? Да. Вот, расскажите, пожалуйста, 21 век на дворе, как я люблю говорить. Вот, что вообще предлагают компании, которые занимаются установкой, производством вот этих вот замечательных изделий? Ой, вы знаете, выбор настолько многообразен, что нам времени не хватит перечислять все, выбор всех изделий, которые предоставлены на рынке. Вот, наша компания предоставляет свои собственные продукты, и сегодня, в последнее время, мы сделали для себя определённый важный шаг. Мы, помимо пластиков окон, открыли производство алюминиевого цеха и начали работать с огромными витражными остеклениями. Ну, вот, например, сколько людей, наверное, столько и желаний, да? Тем более, сейчас можно там, ну, что хочешь, то тебе и сделают. Вот, например, чаще всего, что хотят люди делать? Люди хотят, чтобы дома у них было тепло. Вот, и, к сожалению, наши люди все привыкли покупать окна только по названию одного профиля. И ему уделяют основное внимание. Мы все привыкли слышать разные бренды, там, окна, КБЕ, либо другие названия. На самом деле, профиль занимает в окне всего лишь 10% в эксплуатации окна. Если оторвать с него наклейку и посмотреть, посмотреть на любой дом, да, вы сможете определить? Даже я, профессионал, не смогу определить издалека, какие окна стоят. На самом деле, мне кажется, надо уделять больше внимания компаниям, которые производят окна. Потому что окно, это же сложный элемент. Вот, помимо профиля, он состоит из стеклопакета, фурнитуры. А вот в момент того, после того, как окно установили, профиль мы только моем. Мы, как правило, на Пасху раз в год. И то, если не на девятом этаже, там страшно. На девятом этаже страшно, согласен с вами полностью. Окно – сложный механизм. Люди почему-то будут покупать гипсокартон и уделять этому огромное внимание. Кто производитель этого гипсокартона? А окно покупают как-то по одному названию профиля, как я уже говорил, повторяюсь. Надо уделять больше внимания компаниям, компаниям-производителям. Производителей в Рязани достаточно, но есть также на рынке и дилеры, которые просто перепродают окна. Тут надо быть немножко аккуратнее, потому что, ну, сколько они пробудут, просуществуют. Дай бог им всем здоровья. Окно – сложный механизм. И помимо качества самого окна, есть еще качество монтажа, от которого зависит его дальнейшая эксплуатация и все его характеристики. Потому что даже хорошее окно, нормально сделанное, можно смонтировать некачественно, и вы получите те проблемы, про которые наверняка слышите. Вот нет. Ну, как правило, мы окно поставили, а из него дует. Логично. Еще раз говорю, причин множество. Не надо в этом винить, а вот это окно такого-то марки профиля плохое. Проблемы могут возникнуть из-за разного. Из-за некачественного монтажа, из-за некачественной сборки. Наша компания уделяет огромное внимание сборке. Наши люди постоянно проходят обучение. Как внутри компании, так мы сотрудничаем с некоторыми московскими компаниями, которые позволяют нам ездить на их заводы, проходить обучение там. А вот какая-то гарантия? Существуют или, по крайней мере, какие-то гарантии качества? Вот поставили, ну дует. Будете менять как-то? Ну, давайте так. Рекламаций у нас крайне мало. Если они возникают в течение короткого времени, специалист выезжает на место, определяет причину возникновения этой проблемы и устраняет ее в кратчайшие сроки. Ну, вот помимо того, что дома должно быть тепло. Например, мы живем в большом городе, да, и ситуации бывают разные. Вот помимо того, что окно должно сохранить тепло, шумоизоляция? Вот у меня такая проблема, да, всегда с окнами. Как вот с этим быть? И как вот в нашем мире сейчас с этим можно бороться с помощью окна? Ну, шумоизоляция зависит в большей степени от стеклопакета, который стоит внутри окна. И есть специальный, что такое передача шума? Это происходит через резонанс стекла. Три стекла, два стекла, все, если они стоят одной толщины, резонанс происходит одинаково. Поэтому есть специальный стеклопакет, шумоподавляющим мы их называем. Мы ставим три стекла разной толщины, 4 мм, 5,6 мм. И рядом с этими окнами можно жить рядом в Дягилево, например, да, спокойно, совершенно. И то есть абсолютно блокирует шум? Абсолютно ничего, мне кажется, не блокирует шум, но шумоподавление самый высокий у такого стеклопакета. Какие еще, может быть, есть новинки в мире, в нашем? Ну, компания-профилисты, компания, изготавляющая стеклопакеты и фурнитуру, постоянно что-то придумывают. Мы для себя выбрали профиль фирмы X-PROF, потому что при стандартной уже в последнее время толщине 70 мм окна, в нем находится 6 камер вместо 5, как у других его аналогов. Фурнитуру используем тоже европейского качества, и стеклопакеты пользуемся только с проверенными поставщиками. И все-таки, вот как правильно выбрать окно? Ну, то, что правильно выбрать компанию нужно, это понятно, да? А вот как понять именно, вот из каких соображений надо исходить человеку, прежде чем заказывать окно? Что там, цена, да, количество? Ну, всегда мы понимаем, да, цена. Компания складывается из чего? Из комплектующих это окно. Если окно дешевле, значит и комплектующие в этом окне используются дешевые. Об этом не надо забывать. И все вот эти рекламные акции за монохи многих, там, самое дешевое окно, надо всегда задуматься, почему оно самое дешевое. Ну, я еще раз говорю, и компания, которая производит, это важно. Здесь же у каждой компании сайт, надо почитать отзывы, надо зайти, надо посмотреть фирму, что есть компания, есть у нее офис, у нее есть сотрудники, а не какая-то фирма-однодневка, тем более сейчас это особенно актуально, мне кажется, в наше кризисное время. Мне, кстати, вот всегда интересно было, люди, которые окна устанавливают, у них специальные какие-то альпинистские способности? Окна устанавливаются изнутри квартиры, если мы говорим про окна, которые ставим в частный сектор, скажем так, да, то окно демонтируется внутри квартиры и устанавливается изнутри квартиры, там этого не нужно. Если мы говорим про корпоративный рынок, на котором мы тоже присутствуем и работаем со строительными фирмами, там есть витражное остекление из алюминия, очень, кажется, популярное сейчас, да, все мы видим, в домах становится все больше и больше стекла, то здесь люди работают с люлик, вывешиваются там, да, там и страховочный трос, и все остальное используется. Ну и высоты надо в любом случае не бояться, наверное. А какие преимущества у компании «Пластика»? Ну, я считаю, что компания «Пластика», она быстро подстраивается под рынок, и мы всегда идем от клиента. Прежде чем ему что-то предложить, мы хотим понять, что он хочет, потому что, ну, какой смысл ставить, например, на холодную террасу какое-то супертеплое окно, да, и вот наше преимущество, я считаю, это постройка под рынок, постоянный его мониторинг, поиск новых качественных материалов и работа с клиентом. Ну, самое важное, в нашей компании работают люди, которые уже от 8 и более лет в этом бизнесе, и все уже, можно сказать, матерые волки в этом. Но вот сейчас, тем не менее, зима, наверное, еще не очень сезон, да? Да, зимой и в хорошие-то времена всегда было немного заказов, особенно в морозы. Никому не хочется, чтобы тебе в минус 20 пришли и вы умыли окно. Вот, ну, ждем весны, ждем потепления, ждем подъема. Готовы к весне? Мы всегда готовы. Чем порадуете прям в первую очередь своих клиентов? Ну, я вот еще раз говорю, сейчас мы заключили договор с компанией «Экспроф», и сейчас мы заменяем обычный пятикамерный профиль, шестикамерный. Мы у себя на производстве, оставаясь в той же ценовой категории. Все, кому поставлю, все очень довольны. Ну что ж, спасибо вам, Николай. Вот успехов в процветании вам и компании. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Николай Белошицкий, директор компании «Пластика». Ну, а вам, друзья, конечно же, хорошие погоды в доме, и окна в этом случае немаловажно уметь правильно выбирать. Программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова